фух для тех кто смотрит в записи добрый эй тихо рановато я начал агрессивничать это пятая часть трансляции fallout 4 прохождения максимальный уровень сложности если вы наткнулись на эту запись случайно посмотрите предыдущие очень увлекательно там каратенечко все по четыре части по 10 11 часов очень очень много всего произошло поэтому уловить уловить сходу что происходит сейчас почему вот это вот синт мыл шваброй пол например будет достаточно сложно вот чатику привет пламенный спасибо что смотрите сегодня ох сегодня конечно такой будет день во первых что касается прокачки у нас скоро будет 31 level дадут один перк всего лишь к сожалению мне их не два свободных но я буду видимо брать карабины карабины еще больше урон игнорирование брони но на 31 кажется есть еще да не кажется точно есть еще какой-то перк до кровавая баня следующий но он минорный как раз по предварительному так анализу что нужно еще взять вплоть до топовых перков получается что мне есть ориентировочно 5-6 свободных скиллпойнтов и сегодня их будет ориентировочно 3 и я пока еще разрываюсь между возможным оружейником которого можно просто взять и прокачать там на уже на этой трансляции и соответственно покрафтить значительно улучшить весь свой армор как который нам не надет это даст большую выживаемость но с другой стороны мы же любим умирать и не факт что это будет интересно а второй на мой взгляд интересный способ потратить перки это все-таки вкинуть в инту и дойти до науки то есть вкинуть к сожалению 3 перка в инту которые мне особо не нужны более того несмотря на то что они дадут какой-то бонус по экспе получаемый но они значительно уменьшит вероятность срабатывания саванта уже прокачано но если я дойду если в брошу если прокачаю науку что скорее все произойдет не на этой трансляции она этой плюс следующий я смогу крафтить значительно лучше оружие то есть в частности тот самый карабин полученные вчера у братства стали не совсем честным путем который в данный момент наносит максимальный урон из известного мне оружие ну кроме конечно толстяка это отдельная категория она то и сейчас ваншотает практически любого при правильном выстреле скрита то есть легендарный нелегендарные там силовая броня не силовая пофиг а будет увеличение урона еще еще вопрос нужно ли это учитывая то что мы об ним карабины и урона так возрастет короче это пока единственный вопрос которым я задаюсь по непрокачки возможно вы как-то подключитесь чатики порекомендуете хотя тут один эксперт ну как эксперт человек тоже проходящий игру и смотрящий стримы мы же вчера задавались вопросом а кому кого собственно поддержать синтов с отцом который вроде как мой сын или братство стали чатик проголосовал за синтов есть предположение что большинство людей в чате синты но товарищ когда проходил момент с келлогом он обратил внимание что в одном из воспоминаний когда келлог сидит с шоном нашим сыном похищенным он слушал актуальные по радио новости то есть версия была несостыковки по времени что и по записям это сходится у отца что он очень долго живет что мы там 130 или 150 лет и поэтому я находился в криогенной камере дольше и вот как раз за это время и прошла вся жизнь шоном вот но по радио говорили об актуальном мэри и актуальные журналистки и вот если подумать я вспомнил это сейчас тоже вот этот момент ёшки матрешки то есть скорее всего институт нас нас обманывает на по этому поводу было очень много сомнений потому что шон ставит эксперименты над мутантами синт избегают из института сама обстановка внутри института какая-то настораживающая тревожная и короче сегодня скорее всего нам станет понятно по основной сюжетной линии кто есть кто как у кого какие цели задачи потому что и братство вызывает опасения учитывая огромный боезапас ядерного оружия и институт планирует делать ядерный реактор и судя по всему они экспериментируют над разными особями в мире которые над ними и им вроде как особо пофиг на то что происходит наверху поэтому если вдруг окажется так что шон что отец не шон что институт это сборище синтов четвертого поколения то я прошу всех кто вчера голосовал я был против еще раз демократии перебанить бы вас всех голосовали за институт вот как только выяснится я прошу всех у кого есть совесть честь написать в чатике что вы были неправы что вы гули и признаете свою ошибку наберитесь мужества и напишите это все у меня все приступаем сейчас по квесту необходимо поговорить с отцом мы только что вернулись с миссии где добывали как же называется какой-то реле не реле в общем какой-то из какую-то часть из ядерного реактора вытаскивали для того чтобы шон смог построить ну в смысле институт мог построить ядерную электростанцию а если скажет окажется что мы правы были я скажу тогда что был неправ и что я гуль понимаете я даже могу сказать что я бешеный гуль или легендарный бешеный гуль как хотите вот главное уметь признавать свои ошибки переход на новую версию сайта был не ошибкой это так для с для справки поехали ты сам себя забанишь я думаю нет я могу на часок на два так тихо давайте возвращаться ой а вот он отец он же сын он же шоу да сделав выбор мы окончательно разорвали все контакты с братством стали можно прийти перебить их там всех а я мать еще the brotherhood's intervention must be placed in a larger context however given the pension for hoarding technology future conflict with them is guaranteed we are after all keepers of the most advanced technology in the commonwealth if not beyond you'd also cannot go on notice that there were concerns within the institute about your allegiance i of course never doubted your commitment to our cause but by directly confronting the brotherhood i think you've put some others at ease i'm proud да и он болеет по его словам я должен занять его место you need elsewhere at once good here i was afraid i have nothing to do very funny there's something that need your В этом случае, я боюсь, это что-то о твоей создании, однако неизвестен. Что ты имеешь в виду? Что случилось? Ну, во время вы поддерживали доктору Филдмору, вторая команда была создана, чтобы приглашать кого-то из Союза, чтобы участвовать в институте. Появляемо, была какая-то неизвестная коммуникация, и этот индивидуал вызвал помощь, который появился в форме Минуте-менов. Понимаю, что нет шагов. Мне хотелось бы оставаться таким образом. Мне нужно идти туда, и поговорить с Минуте-менов, взрослой. Удивите, что они стоят вниз. Доктор Томсон находится на сайте, и он будет основной контакт. Я знаю, что вы сможете решить эту ситуацию, но это важно, чтобы этот индивидуал специальный индивидуал в институте сразу. Сделав выбор, сейчас мы пойдем на конфронтацию не только с Братством Сталей, но и, судя по всему, придется улаживать конфликты с Минуте-менами. Придем, конечно, посмотрим, что там происходит, но напомню, что я напрямую отношусь к Минуте-менам. Я являюсь генеральшей. Блин, звучит как-то стрёмно. Да я в курсе, я пацанам поясняю. И вроде у Минут-менов хорошая задача, тоже порядок, отстраивают всякие поселения, защищаются от рейдеров. И что в нем особенному? Да, кстати, улаживать конфликты без стрельбы, персонажем у которого одна харизма и три инты, будет достаточно сложным. Ох, восприятие 11. Ничего себе. Я не знал, что здесь можно выходить за пределы. Ну, это предметы добавляют. У меня восприятие девятка и предмет добавляет плюс два. Ловкость тоже повышена, прикольно. Ну да, это очки действий. 125 очков действий, найс. Ну, я отчаянный стрелок. Удачливый, восприимчивый. Весьма интересный получился персонаж. Так что в результате-то куда? Добраться до дома. Добраться до дома. До дома, судя по всему, до своего здесь, но маркера нет. В какой же дом ты меня посылает? Грейгарен. Это не дом. Папец сделал невероятные вещи. Я бы не существовал, чтобы не для него. Видите, тоже такие фразы о существовании. Если бы отца не было, я бы не существовал. То есть, ну а как это? Ну да. Ну да. Ну да. Тут, насколько я понимаю, половина... Ну, как... Это догадки, естественно. Тут половина людей точно синты. Ну или какие-то модернизированные создания. На людей они слабо походят. По крайней мере по поведению. Очки 1, восприятие будет плюс 1. Серьезно? Надо будет посмотреть. У меня действительно очков очень много разных. Да и я серьезнее выглядеть буду в очках. Поэтому... Вообще очки должны добавлять и к харизме тоже. А если... Это черные, темные очки должны добавлять к харизме. А очки обычные к интеллекту. Ладно, перемещаемся. Ты вирус загружал вчера? Да, тут надо было загрузить вирус вчера, чтобы выйти отсюда. По-другому, насколько я понял, никак. А розовые к чему? Спрашивают очки. Эээ... Не знаю. Розовые непонятно. Не видел розовых. Так, надо не забыть еще на пса попытаться накинуть. А вот он реальный мир. С роботами, которые собирают кукурузу, мутафрукты и прочее. Наш верный пес. Он нас практически никогда не подводил. В отличие от всяких негров. Дам в силовой броне. А вот и минитмены. Добраться до дома. Ну что у вас тут происходит? Видите, генерал. Знают. Без погоны знают. Вы можете использовать подвеску. Эти институты басты не выходят. Они должны идти через нас, чтобы выйти отсюда. Мы не знаем совсем, что мы идем. Но это хорошо, что вы здесь помогли. Как вы слышали об этом? Я не уверена, что вы знаете, что происходит здесь. Эта ситуация... Сложная ситуация. Правда? Ага. 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 Смотрите. Во-первых, я могу... Но все равно всплывет. Конфликт практически неизбежен. Я генерал. Слушайте, какой-то вообще рядовой рассказывает, как нам... оценивает мои действия. Понимаете? Я не надеюсь, что это уйдет на кого-то. А ты нас туда или что? Смотрите. Может быть, ты не понимаешь. Это не милициональный. И я не должен взять ответы от вас. Вы не будете против этого. Ты знаешь, какой стороной, где ты нахал, не ты? Ох, господи. Я их всех убью. У меня нет другого выбора. С такой харизмой. С такой харизмой. ну все вали его наслушался приказа эти припугнем вот и все так есть товарищ устранить оппозицию задач я им кровати делал я им дома строил я им водопровод проводил кукурузу блин сажал они они неблагодарные смотрите какие а ох ребятушки ребятушки ну что с вами делать ну ешки матрешки ну кто так строит кто так делает что и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У них нет никаких шансов вообще. Нет никаких шансов. Крит еще. Еще очки действия восстанавливаются. Патронов только не хватает. Ну и стоило на того. Ну. Куда вы лезли? Куда вы лезли? Не так за них обидно. Нельзя слушаться приказов. Нельзя. В этом плане братца стали, конечно... Если пришел паладин какой-нибудь, он бы тут всех построил. А вот они симки. А почему они персональный телепорт не использовали? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Речь идет о третьей... Ну, третьей фазе, это, насколько я понимаю, как раз запуск ядерного реактора для снабжения энергии институтом. Ну, потупим еще разок. Какое отношение Уоллес имеет к третьей фазе? Ну, говорили, что этот ученый потенциально очень полезен в этом проекте. Уболтать еще разок. Я только что пытался уболтать пацанов, которые снаружи. Надо будет в братстве стали... Ой, точно, какое братство стали, а? Не надо патроны где-то надо быть. Сейчас, я вижу, куда нужно идти, но лучше проверю еще сверху. А, это просто выход. Бурбон. Утаскиваем вентиляторы. Вентиляторы это винты. Винты это крафт. Крафт это оружие. Мистер Уоллес, я здесь, чтобы поговорить с тобой. Ты не любишь их, да? Ты робот? Я имею в виду, что ты не вред. Никаких здесь не делает, хорошо? Мы просто здесь, чтобы поговорить. Ты не убираешь мои органы, или бросаешь меня в space, или что-то, что ты делаешь. Я не позволю тебе. Я слышал все истории. Я знаю, что происходит с людьми, когда институт появляется. Ну, это не происходит с мной. Ну, вот опять попытка, попытка надавить, используя харизму. Сарказм. Все. Вариантов нет опять. Так, а есть ли у меня что-нибудь из наркоты? Поздно уже что-то брать. Чтобы хотя бы харизму на единичку-двоечку поднять. Ладно. Все. В омут с головой. Попытка убеждения не удалась. Ну и осталось только припугнуть. У меня нет других вариантов. Попытка, и слушай мне. Мы не здесь, чтобы вы не уничтожили. Но если вы это делаете тяжело, вы будете ненавидеть. Видите? Я знаю. Ты здесь, чтобы убить меня. Окей. Смотри, мы отсюда. Институт. Это доктор Томпсон. Я извиняюсь, я буду нуждать синт-релей к моим координатам, оффсетом 5.3, чтобы соблюдать нашу субъекту. Будь полезен. Экспы дали. Левел получили. И сразу вкинем в карабины. Там 31-й левел. Я ждал его. Эксперт по карабинам. Неавтоматический карабин наносит на 80% больше урон и игнорирует четверть брони. Повышается шанс повредить конечность выстрелом из них. Ну и последний левел по карабинам будет вдвое больше урон, игнорирование брони и то же самое, в общем-то. Но это долго, еще 46-й левел. Возвращаемся, говорим с отцом. Начата миссия запуск. Так, я домой что, не вернусь? Реально? Главное, чтобы минитмены... А они ж никто не доложил. Да, мы перебили небольшую группу. Ну а и что? Они ж не успели в 5 секунд, во время которых проходила битва, что-то сделать, правильно? Поэтому я возвращаюсь домой. Я хочу посмотреть... У меня дробовик есть неплохой. Патроны надо купить еще. Посмотреть, что в мастерской лежит. Можно попробовать, кстати, когда торговцы оружия сходили в Даймонд Сити. У него достаточно большой был выбор разного рода патронов. Потому что, ну, тупо у Фывы заканчивается боезапас. Там 5 выстрелов. Ну, вчера же миссии были очень жесткие с перестрелками. Озончик, не спалери, пожалуйста. Последний там квест, предпоследний, предпредпоследний. Бан надо выдавать таким знатокам. Нафига это делать? Это я не пойму. Даже в чат не посмотришь ради какого-нибудь веселого комментария. Эксперты. Так, я хотел попробовать на собаку надеть броню. Возьму еще бронированное пальто подземки. Скидываю хлам. И я хотел посмотреть боезапасы. Тут нет нормальных интересных, разве что патрон для дробовика. Это обычный пистолет, это пулемет. Криогенные, соответственно, для замораживающей пушки. Это для вообще базового оружия. Давайте возьму дробаш. Так, давайте выйдем отсюда. Давай, там анимация просто проходит на заднем плане. И пока она не закончится, я не могу выйти. Не факт, что бронька налезет на пса. И пес уже когда-то смылся. Знает, что надевать сейчас будут. Хитрец какой я. А, вот он пришел. Псина! Давай поменяемся. Так. Осмотреть, сортировать, взять. Нет, не надеть. Это тоже не надеть. Так, давайте я скину тогда. Армор. Раз, два. Защитный комплект. Тысяча сопротивления радиации. Не забуду, как вчера, в ядерный реактор под наркотой. И антидотами там... Влетал. О, слушайте, а почему я эту штуку не надел? Счастливую броню. Сейчас, подождите. Счастливая. Ну, лак плюс два. Вроде характеристики боевые неплохие. Ну, почему-то, почему-то не надел. Оптическая. Характеристики одинаковые. Давайте лак. Тем более, оптика мне достаточно часто мешала. Она не помогала. Меня все равно замечали, потому что я люблю радио слушать в пип-бое. Я намешала использовать пип-бой из-за того, что он становился полупрозрачным. Вряд ли я смогу использовать какой-то модификатор, учитывая... А, вот, счастливая броня. Могу прикарманины закинуть туда, по крайней мере, чтобы увеличить... Ой, здесь темную силовую. Оружейник, правда, нужен. Кожа, 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 кожа. Да, возьмем так. Еще немножко увеличили защиту. Увеличили, повторюсь, количество переносимого груза. 270. И последнее, что я бы хотел сделать, это еще скинуть... Ерун... А, давайте я возьму три толстяка, в общем. Мне же нужно за патроны чем-то расплачиваться, правильно? Они хотя бы что-то стоят. И, может быть, что-то легендарное взять из стоимости нормальной. Максим. Максима жалко, пулемет хороший. А, скучные гранаты, вот, их много. 23, но они по 50. Но весят, получается, не очень много. Хорошо. Сейчас, учитывая большие проблемы с патронами, я пойду все-таки в Diamond City, в частности... Рынок Diamond City мне интересует. Оптика помогала воровать винтовку Гаусса, говорит Бут. А вроде нет. Там не в этом дело. Там вопрос, с какой точки... Ну, то есть, откуда? А может, и помогала. Ну, короче, в любом случае, винтовка Гаусса у меня уже есть. Ты вчера убивал собаку в броне, забыл с них забрать на пса. Ну, понял. Значит, на пса... Следующего пса, которого убью, надену... Сниму и надену на своего силовую броню. Так, меня интересуют патроны калибра 45, 308, насколько я помню. Я еще дробаш не сделал, как хотел. Да, 45, фыва ключевая. А, 50. Калибр 50. 44, 50. И, кажется... Ну, вряд ли у него, конечно, будут... Двухмиллиметровые эко-патроны. Ох, он ливнул, а. Дом Артура. Ты же ружейник. Заходим. Я, кстати, не был внутри. У него двери закрыты всегда было. С утра, говорит, прийти можно к нему будет. Вот уже нужный калибр. Вот еще нужный калибр. Пес, отвлеки его. Пес. Блин, вот ты хитрец какой, а. Ладно, я наверху пока посмотрю. Ты стой пока здесь. Стой, стой, стой. А тут фигня. Может, надеть ему на голову бочку какую-нибудь? Так, я... Ну, у него, естественно... О, вас не видит. Может, поторгуем? Пойду на лавочке посижу, утро дождусь. Этого не хватит мне. Не хватит. Магазин днем работает. Да я понял уже. Вполне. Ну, хотя круглосуточный армейский магазин, это... Это хорошо. Зашел, купил сначала в баре что-нибудь алкогольного. И тут тебе магазин под боком удобно. Так, нужно только найти, где посидеть. А, проведем эту ночь в баре. И ждем до утра. Сейчас 10 вечера, так что надо поспать прям так вот до 8. После того, как патронами затаримся, пойдем по... Ну, собственно, по квесту. По основному нашему. 8.15 на часах. Появляются продавцы уже за прилавком. А, да, да, наш нашим новым врагом. Я верю, что вы научитесь, что вы встали. И поторгуем. Попробуем. Или, может быть, вы хотите считать что-то более близко, чем личное. Я возьму. Конечно. Не забудьте, что вы встали на армейский магазин. Да, да, патроны, это важно. Три толстяка скидываем ему. И... Кажется, гранаты еще были у меня. Ну, такие... Да, 24 гранаты. Мне у него нужны только патроны. Боезапасы. Ох, есть для этой пушки 2-х миллиметровые. Ах, хорошо. Оргат активировал премиум на канал. Странно, что я... Пользователи Оргат активировали премиум на ваш канал. Да, да. Да, да. Я понял. Я хотел только удивиться, почему не это самое. Беру все патроны. 646 крышек. Ах, 50-й калибр, да? 308-й. 44-й вроде бы. 45-й еще. Кажется, 308-го нет. Я его как раз заменил на 50-й. Ну, это уже перебор. Надо хотя бы соточку взять. Денег чуть-чуть не хватает. Молотова скинуть, ДВ. Сфокусированный институтский продам. У него характеристики хреновые. И уже практически уложился. Можно ему сплавить несколько журналов по мелочевке. Учитывая низкую харизму, видите, у меня проблемы с... С... С торговлей, в принципе, я и не пользуюсь. Я вынужден. Сейчас убедимся в том, что основные пушки заряжены. У пистолета есть база. Он не скорострельный, поэтому этого на первое время хватит. У карабина патронов мало. 34. У этого много с запасом. И главное еще 29 патронов у этого. Ну, я все вроде купил. Все, что у него было под 50-й калибр, правильно ведь? Можно на самом деле попробовать поспать. И такой фокус достаточно часто помогал для... Ну, для восстановления боезапаса. Так. Может отдохнуть? Не могу отдыхать. Как так-то? Ладно, просто зайдем еще разок к нему. Продай лазерные патроны, 800 у тебя. Да можно, но вдруг я пушку найду какую-нибудь... Клевую. Стойте, пожалуйста, тестить гриппы. Но продать, по крайней мере, часть из них можно. Конечно же. Что, появились? Не, не появились. Ну, этого, конечно, на первое время хватит. Но я бы попробовал все-таки дождаться следующего дня. Да, вот, Т есть, отлично. Подождем 24 часа. Аккуратно, чтобы прошли сутки. И было утро. То есть там реально фуева очень хороша. Короткий ствол, очень много выстрелов. Очень серьезный урон на средней ближней дистанции. Сумасшедшие криты получаются. Которые из-за перков увеличены там по дамагу... Не помню, во сколько раз. В два с половиной, что ли? Помню просто, как вчера жалел, что... Не могу пользоваться правильным оружием, ну, на нужной дистанции. Это да. Я понял. Не появились, судя по количеству. Так, ну, в принципе, можно сгонять к какому-то другому торговцу. Единственное, что кроме Братства Стали, я не помню, где еще были толковые торговцы оружием. Ну, именно с большим ассортиментом. Слушайте, а может мы к Братству Стали просто наведаемся? Ну, так, ультимативно. Я знаю, что они не рады будут меня видеть. Или рановато их убивать. Ладно, прорвемся. Поговорить с отцом. Не буду пока Братство мочить. Вдруг там изменится еще ситуация. В Добрососедстве был робот-торговец. В городе робот был. Да, был. Был, был, был. Ладно, сейчас возьмем миссию, раз уж загружаемся. И возьмем квест у отца. Телепортируемся в институт. Поднимаемся наверх. Меня уже там ждут. Бобрососедство, да, Бобрососедство. Ну, кажется, там патроны не такие продвинутые. То есть там точно нет двухмиллиметровых для Убер Пушкин. Да, вы. Я не могу объяснить, что я очень рад. Наш новый гостер, который знакомит себя с окружающими. Но он уже показал несколько эффективностей в наших методах. С помощью его помощи, Фазе 3 будет готова в никакой времени. И это все благодаря вам. Ох. Ох. Чувствуйте, да? Я уверен, что ты хорошо сделаешь, мама Может быть, он не здесь Поехали Жалко о существовании, бессмысленных дрязг в вашей жизни Ваши истребления Неправильно И что человечество проживало под нашим руководством Как же это все неправильно, а? Ну, я постарался, конечно, смягчить... Интересно Возможно, это не то, что мы оригинально хотели Но это, конечно, будет вашу точку Сейчас время, чтобы все это слышат Как вы чувствуете, когда вы сделаете небольшой шаг в Даймонд-Сити? Я пойду, если это необходимо Это абсолютно Радио-статон в Даймонд-Сити Слушается многих в Коммунистике Если мы хотим, чтобы люди услышали то, что мы должны сказать Это лучшая шага для их Прежде чем мы... Преемпировали их оборудование Мы должны осуществить, чтобы оборудоваться максимум Я уверен, что необходимые части будут на сайте Вы просто должны установить их Для увеличения оборудования Репортируйте, когда вы закончили Мы должны быть готовы Ну все, осталось только Перенастроить передатчик для Трансляции на широкую аудиторию Вспомнил сразу, что у нас сервак настраивается сегодня и завтра И в понедельник, во вторник мы его монтировать будем Как раз для тех же самых целей, чтобы трансляции работали стабильнее на аудиторию X2 От текущей В общем Чем-то мы похожи, конечно Но... Но... Даже в записи... В процессе записи речи Можно было еще раз убедиться в том, что Институт Нет Это автономная какая-то система Которая Старается максимально Пользовать и активировал премиум на ваш канал Спасибо за активацию премиум На премиум Full HD Все дела, отсутствие рекламы, много боносов и так далее Что они Такая автономная единица Им абсолютно не интересно, что происходит наверху Считают людей, которые сверху уже Ну, в общем-то, что Они со временем все равно обречены И... Главное, чтобы они не мешали институту Хотя институту Абсолютно спокойно может похищать людей И... Так Где там у нас добрососедство? Добрососедство Сейчас Я забыл просто уже Добрососедство Как выглядит, в принципе, магазин И тут нет такого Прут Лебедя Стар Станция Книжный В Бостоне говорят Блин, знал бы я Бостонская полиция Боевая зона Убежище Добрососедство Точно 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 Там два магазина рядышком Сейчас еще патронов купим Калибра 50 Для Фывы Потому что Дипломат должен быть вооружен Не уверен, что Так просто мне дадут Хотя дадут Куда же они денутся? Я заговорю их, заболтаю всем Вот он робот Привет, Димузил Привет, Димузил Убийство и Вечи со скидкой О, есть у него тоже для пушки Убер О, хорошо Боеприпасы Блин, бабла нет Надо сейчас Попробуем И калибр 50 есть Шикардос Так, попробуем косарик где-нибудь найти Косарик Я обречен Во-первых Скидываем Всякие журнальчики Потрясающие истории Руководство по тайным операциям Шпильки за штуку Папки Огни Сан-Франциско Но главное это Ох ты У нас есть штатный ствол А, это с карабина старый Сколько стоит? Фигню стоит Главное, что можно попродавать Всякие Патроны ненужного калибра Ракету обычную Ну вот, отлично Топливо для огнемета тоже не юзаем Бом-бом-бом-бом-бом Ядерная батарея Ой, нормально, вообще зашло Теперь тогда возьмем еще боеприпасов Вот этих вот И останемся при своих практически, да? А 50-ый остался еще Я кажется все взял Криогенные 45-ый особо не нужен 44-ый, кажется, для пистолета, да? Еще 400 крышек где-нибудь надыбаем Патроны для гамма-пушки могут зайти Ядерный мини-заряд тоже можно выкинуть Я понимаю, что это для толстяка, понимаю, но Оставлю парочку Это не мой тип, понимаете, оружием О, хорошо Ядерный блок можно Ядерный блок это для энергии брони, которой я вообще не пользуюсь И тут просто отлично Все, вот теперь я готов Купили, вроде как и для пистолета было Там у него 6 плюс 24, кажется, патронов, да? Да, 6 плюс 70 67 У Фиивые 10-72 У Игоря Андреевича великолепный боезапас И у ультимативной пушки Ультимативной гры 7-50, вааааа Для идеального вообще Для идеальной ситуации Надо еще было поставить дробаж на двойку и его гредануть в Да, давайте так и сделаем Но я хочу быть при параде вообще Хочу быть при параде, тем более, что Времени по основному квесту, судя по спойлеристам, спойлерастам, спойлерунам, осталось немного. Поэтому надо подготовиться хорошенько к любым испытаниям. Ты же взял три толстяка, говорит Марио, и продал его прошлому торговцу. Такой ты невнимательный вообще. Внимание у тебя ноль. Так. Чё по рармору не носишь? Уже говорил, не очень она мне по душе. Она, во-первых, уменьшает количество смертей, что приводит к... И так-то достаточно просто играть. Так, что у нас по ресиверу? Ох, ёшки. 200 урон с дробаша с усиленным ресивером. Я же фанатик про это самое. Да, усиленный ресивер. Может, бронебойный? Не, бронебойный, хоть и игнорирует броню, но... Дробовик является карабином, насколько можно верить пацанам в чатике. Поэтому бронебойный пофиг, потому что всё равно часть брони игнорируется из-за перка. Так, ствол. Тут длинный, полированный с кожухом. Слабая отдача, превосходная дальность, высокая кучность. Но дальность мне вообще не нужна. И на самом деле длинный ствол тут... Тут только будет мешать работать на серьёзных дистанциях и сократить количество выстрелов, что самое главное. Но я не знаю, насколько, поэтому... Тут больше аффиксов. Ладно, оставим. Полная ложа, ослабленная отдача. Слабая отдача, улучшенная при прицеливании. Нет, это девайс чисто на ближнюю дистанцию. То есть никаких снайперских лож. Только вот ложа с компенсатором отдачи. Подойдёт хорошо. Барабанный магазин вроде как устраивает. Там всё равно боезапас серьёзный. Быстросъёмный. У меня заканчиваются там болты и клей. На дольная насадка штык. Штык может подойти. Слабая отдача, контроль. Меньшенная дальность. Дольный тормоз поставим тогда, наверное. Глушитель с этим. Дробовик с глушителем ещё. Дольный тормоз ставим. Всё. И это оружие само по себе обладает бонус к урону 25%. И бонус к повреждению конечностей. Но правда усиливается отдача. Поэтому всякие тормоза должны помочь. Окей. Пистолет единичка, дробовик двоечка, троечка фыва, четвёрка Игорь Андреевич и пятёрка ультимативное оружие. Поехали. Перенастроить передатчик. Поехали. Там спор по поводу стелса. Стелс в игре есть. У меня его нет. Действительно это так. Я иногда забываю выключить фонарик. Иногда крадусь бегом. Иногда слушаю радио во время этого. Поэтому стелс у бобра это полный хаос. Так. Надо как-то обойти. Кажется вот здесь можно это сделать. Пушка вот это классный карабин. Если науку ещё прокачать. У неё сейчас урон там 230 или 240. Можно 300 довести. Хотя уже сейчас наверное урона у неё больше. потому что карабин это мы апнули. 284. Девушки-матрёшки. И это без икс по криту. Понимаете? То есть там ещё раз в 5 урон увеличивается. 15 метров. Вот он передатчик. DCR. Заходим. Радиостанция Diamond City. Diamond City, если посмотреть на карту, она находится прямо в самом центре активной вот этой вот карты. Привет. Так, что-то он не напугался. Радио-партс. Вот они здесь лежат, смотри. Так, в этот разъём можно вставить какое-то оборудование. У нас есть штука с дисками, штука с трубками и штука с кнопками. Давайте посмотрим на разные штуки. Раз, два и три. Хорошо. Это... Что? Нет. Вот сюда она идёт. По цвету тупо. Хорошо? Опять не так. Просто, просто человек... Воу. Готово. Излучатели работают. Поговорить с отцом. Спроси чувака. Да, методом научного тыка. Три вещи, три девайса. Причём цвет тебе подсказывает, какой куда. После правильной установки первого девайса вероятность сокращается там... Господи, насколько она сокращается. Значительно! Так, перемещаемся. Перемещаемся, перемещаемся. Прям как новый дизайн на лобал, пишет фан777. Но я вообще за дизайн не отвечаю. В чатике наверняка присутствует безумный дизайнер Виктор. Вот. Он такие вещи рисует. Крышу просто сносит. Из-за того, как я слышал, эта ровня Симфа Либерталия была настоящая менеса. Пойдёмте назад. Где-то вот здесь вот. Судя по маркеру. Будем его искать. Но он не у себя просто. Так. Так. Advanced Systems. Реактор института. То есть, мы одновременно запускаем реактор. И... И передаём сообщения. Мотивирующего характера. Это турель здесь? Турели. Ох, не нравится мне это место. О, диктофон. Да, по-другому в реактор вроде не спуститься. Вот он здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Идём к отцу. К сыну. К Синту. Не понял. Не понял. Время, наконец-то начать нашу реакцию. Мы не будем снижать, чтобы выжить, чтобы выжить. Мы не будем снижать, чтобы выжить наши ресурсы. Моя мать и я не мог бы быть более рады о том, что вы помогли нам выполнить. И мы надеемся, чтобы выжить еще больше вещи в будущем. Институт сейчас действительно лучшая надежда. Спасибо. Все. Как бы меня здесь не закрыли. А можно дверь закрыть? А то там процесс пошел. Пап. Сын. Центральная система института. Станция управления реактором ТИС. В камере реактора может наблюдаться высокий уровень радиации. Перед входом проверить текущий уровень радиации. Настоятельно рекомендуем использовать средства защиты, независимо от уровня, состояния реактора. У меня есть спецкостюм. Уровень радиации какой? Низкий. Внимание! При входе примите меры предосторожности. Запустить протокол активации. Запустили реактор. Подача питания, уровень радиации растет. Запуск реактора проведен успешно. При входе примите меры. Уровень радиации какой? Высокий. Ну, собственно, все. Даже смотреть опасно туда. Это моё сердце, Калинин. После всех тех лет трудного работы, здесь мы. Мы приехали. Посмотрите, что ты сделал возможно. Сейчас, что реактор работает, что будет дальше для института? Не забывайте. Есть больше работы, которые будут делать, перед будущим институтом. Чувствуете, да? Директоритет конвенировал на встрече, как прожить. Я не буду... Короче, я директор. Приятное ощущение, удобное кресло. Если пропустили там или забыли, в прошлой трансляции он сказал, что тяжело болеет, что руководить будет буду я, когда его не станет. Советом директоров. Учитывая то, что я вообще ничего не понимаю с нулевой харизмой и с низкой интой, не все, мягко говоря, восприняли моё назначение адекватным образом. Ну, кумовство, что делать. Приходится всё-таки мириться с этим, с этой темой. но сейчас... Но сейчас... Во-первых, хорошая новость это то, что реактор находится под землёй. То есть мы действительно не рисковали сейчас жизнями людей, которые наверху. но второй момент насторожил, что сейчас на совете директоров, который называется здесь директоратом, необходимо будет принимать какие-то важные решения. Вот. С одной стороны, патронов у меня много. Вот. И я готов к важным решениям. Но... Что они имеют в виду? Ты теперь можешь выключать всех роботов через терминал. Да ладно. Да, есть... Есть... Так, на этаж выше. Есть компьютер вот здесь вот. И реально можно через его консольку выключать всех синтов. Директорский доступ. Отключение синтов. Код директора нужен. То есть я директор без кода. Кажется, меня немного обманули. Так, ещё выше. Ёшки-матрёшки. А тут тупик, насколько я помню. Поэтому вверх по лестнице надо ещё забраться. То есть выйти и наверх. А я знаю, что ты должен сделать. прийти на совет директората в силу брони с миниганом. Ну, зачем с миниганом? Можно, в общем-то, достать... Эй, пушку достань. Вот эту вот пушку можно достать. Она тоже, в общем-то, внушает страх. Блин, ещё выше. Сори. Туплю. Вот они все, яйцеголовые. Пушка убрал. Зря. Уважать не будут. Следи за тоном, можно сразу начать. Давайте отыгрывать сразу руководителя хренового. Не патронизируй меня, доктор. Я вот здесь. Сейчас мы все здесь, потому что это наконец-то время чтобы разобраться для себя. Не драматичь, Justin. Нет, ничего драматичного в этом. Мы в состоянии чтобы вернуться, чтобы насосить. Это что мы говорили все время. Пойти войной. Ё-моё. Повысится качество жизни. Будущее института. Блин, ну я же должен отыгрывать тупую мать. Пойдем войной. Нет, 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 нет. Инстинкты превыше всего. Мы сможем защититься. Кто тебя спрашивает? Чувствуете? блин я так не хочу голосование в чате проводить я чувствую что вы сейчас пойдете геноцидом по братству стали если вас спросить они на вообще не мешают вообще не мешает они как бы нас не доберутся нам даже выходить не нужно но раз уж вы сделали выбор тогда кого выбирать братство стали или этих надо разгромить и грибы и хитом hard before they have time to react to our new position good that's just what i wanted to hear as director it's up to you and how we focus on эфротина чили на сколу и длокер импора матча речи мы щит и тв и инфисент production of focus on weapons development разработка оружия производства синтов удивите меня повторюсь еще разок раз уж мы выбрали у последней черты поговорить с отцом раз уж вы выиграли нубасы сторону института и готовы были отказаться от от братства стали давайте уж будем последовательны отказ от братства стали без полумер без вот этих вот соплей просто берем и отказываемся от него мешает не мешают конфликты не конфликты в плане долгосрочной перспективе мы должны их уничтожить ну для для как бы понимаете да ну я так считаю как человек сентой 3 и харизмой 1 я ж мать поэтому говорим с отцом с сыном шоном синтли ты а они все равно бы чтобы я там не отвечал видимо короче диалог вот который сейчас фраза что они решили пойти на открытую конфронтацию подсказывает что ее вне зависимости от ответов было не избежать это ошибка хотя я говорил что это нет но как бы память как у рыбки да это не мое решение да я работал в сотрудничестве с подземкой всех вырезал сразу как только пришел а да конечно я решил проблему вообще легко было принять это решение вообще это это нет проблем изи а я типа выполнил сразу квест еще под последнюю угрозу осталось сарказм сша я аж он always one last thing you not wrong this quote there will always be issues that need to be dealt with if this this is something else entirely the brotherhood of steel coverage technology and has made it clear that we cannot peacefully coexist they will eventually come for us and attempt to take what we've spent so long creating А как они придут-то к вам? У них персональных телепортов нет. Как они вас уничтожат? Вы под землей, к вам никак не попасть. Мочим. Ты прав. Мы берем борьбу к ним. Я рад, что ты согласен. Но проблема с братьевым стилем идет по крайней мере коммуникации. Это не достаточно, чтобы их здесь уничтожить. Есть больше из них в мире, мать. И они тоже будут приходить для нас. Ты имеешь в виду что-то, если это происходит? Я бы хотел бы это сделать в первом месте. Мы покажем им, что если они с нами interferят, вместе с нами, то эта технология, которую они ценят так высоко, будет превратена против них. Мы будем показывать, что мы можем появляться в момент времени. Которые мы хотим, и они не могут никогда не остановить нас. Они будут лучше, чем никогда не interfere с нами. Они будут лучше, чем никогда не остановить нас. Кажется, мне сейчас дадут какое-то взрывное огромное устройство, и скажут взорвать дирижабль. Ты выглядишь довольно доверен, что это будет работать. Но института нет ничего, если не ферро. Доктор Уотсон должен быть в лаборатории. Он будет объяснить вам все детали. Корабли-круль, ну понятно, короче. Так синт мой сын, или не синт? Может он дотер? Так, уходим. Кажется, мне не сюда. Да, мне сюда. Это риторический вопрос, но не надо спойлеров в чат. Забаню сразу же. Есть какие-то специальные проекты, которые я должен знать? Ты называешься на что-то в частности? Что-то случилось? Шан говорит, что это время. О, ну, я думаю, что это уже пришло. Я думаю, что мы должны двигаться. Давайте, Розлин. Шан говорит, что это время. Я уверен, что это будет. Что сейчас? Я еще работаю над кодом, который я не могу. Но алгоритм – это не разговаривание. Он даже не близко к эффективности. Я знаю, я знаю, но мы должны двигаться быстро. Доктор Ормен сделал большую часть работы, поэтому я расскажу тебе, что я вам объясню. Хорошо, спасибо. Это действительно интересное, или это просто я? Так, ты знаешь, что основная операция в аэропорте, да? Я уверена, да. Хорошо, хорошо. Если они были немного не интеллигенными, так, лаги фризы, фризы лаги. От меня дропов нет. Сейчас сделаем паузу одну. Сейчас посмотрю, что у нас по статистике. Странно, но все равно. Я вызваню Эльдара на всяком случае. Видимо, участие пользователя там как-то сервак. Секундом. Все в порядке. Ну, в смысле, посмотрят. И это участие пользователей. Там запущен процесс, они будут решать, поэтому не будем останавливаться. Телепортироваться на корабль. Ах, ах, ах. сама игра фризит да ладно сейчас подождите посмотрю на это а нет блин этому действительно какая-то проблема с бс попробую способ захвата изменить странно давайте попробуем сделать так попробуем сделать так нет 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 что по загрузке cp не загружен так но я попробую боюсь что придется перед у меня игра просто не лагает понимаете скорее всего бы я сидела соответственно а как это может быть опять просто греется не не нет просто процент все нормально на на 30 процентов загружен просто если я стоп-старт сделаю то трансляция разобьется на две части но видимо без перезапуска бы с не обойтись так давайте я сделаю быстрое сохранение хотя fps 1013 него base да в нем проблема в нем проблема стоп-старт стрима ссоре за этот технический момент